Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как конструктор Lego Вот, 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 почти не испорченное лицо ангела Почти не испорченное Излучатели однотипные Вот, почти не испорченное лицо ангела А там все испорченные Вот оно, вот, не испорченное декорациями Реставрациями Вот, 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 нормальные щечки Ангелок Фашины Что там? Цветочки Ну, вот, это точно реставрациями не испортишь Это только вместе с чем-то Как роскошно полукругом располагается Да, Жень Женя, помаши рукой маме Всем привет Вот мы встретимся с Ильей Наконец-то Наконец-то С моей бородатой очкастой мордой И мы вместе Здоров И сейчас начнем изучать Уже заизучался тут Смотри, какие резонаторы Rose Windows Причем какие-то крепления вокруг них То есть, какой-то Какие-то ставни, что ли, были Вот, нахрена они-то А, причем, смотри, какие динамики классные На вершине Вот они закручивают Они увеличивают, резонируют И закручивают эфир Вон там Это колонны Да, да, да Причем Это все как тройной уровень динамика Вот, допустим, колокольна Да Один уровень динамика Вот здесь Вот это Басы типа, да Один сабвуфер Супер басы Потому что ловится Гранитными И из белого камня Один уровень вибрации Потом поднимается кирпичом Вот Затем идет средние частоты Вот они С фазоинверторами С резонаторами Да, и там другие Вот уже на верхушке Уже другие эти А поскольку более высокие частоты Уже другие завитки Не динамики такие На грубые А вот на более высокой частоты И там вообще другие На сверхвысокой частоты Они уже утоплены Они немножко другой формы И прочие завитки И все это, естественно, на купол Передается там Вот этот большой резонатор Естественно, антенку уже спилили Заменили Осталось похоже Кое-что Может заменили уже Вазочку Ну, крестик поставили Понятно искусственно А вот шарик Резонатор Остался Не знаю Либо на воде Либо там Сартучью То есть старый Смотри Вот Это примерно 60 Гц Вот это вот На вскидку Да, это то, что я видел В кематике Узоры, которые вода делает Вот такая уже Вот прям Вот один в один Вот примерно Частоту 44 Там чуть-чуть другая Вот примерно Можно узнать частоту На которой это все работало На которой это все подстраивалось Вот тут Подстроечные фазоинверторы Одна и та же То есть это не сделали Как Роуз Виндус Из камней Из кристаллов А просто тупо Из этого Из чего было Из чугуна Просто античный фронт Вот Будь это в Греции Назвали бы богиней Геры Какой-нибудь Да Или 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 Не, не, не Там такие Тебя снимать? Ну, поснимай На А, давай Давай на твою Да Вот В принципе Я уже все Сказал Все, что хотел Частотные Классные подборки Видно, что Сделали эту Колокольню Позже Резонаторы Мы еще не знаем Какие тут были Ставни Видно, чем-то еще Закрывалось Для, опять же Усиления частот Потому что Вот эти вот Решеточки Они не от воров Это как Клетка Фарадея Они тоже Определенной формы Большой, маленькой Как в резонаторах Наномира Один из резонаторов Наномира Был такой формы Один продолговатый Между ними Такие Крышки То есть Я не верю в совпадение Колекущий храм Естественно Это не умно Это естественно Гранит Потом идет Белый камень Потом кирпич И разные уровни По резонансам Совершенно роскошный пол Но об этом Мы чуть позже Мы пойдем Смотрим Вырубай Кое-что еще есть Видишь В переходе Ух ты 100 даже На краях зоны Да А здесь Видишь На уголь 29 Под 100 Даже больше Как-то пучками Но как стоячая волна Идет Наверное Вот ты Узел нашел Стоячая волна Идет 150 даже было Интересно Вот То же самое Творится там Внутри Но еще круче Даже Поставь на центр Ничего А вот прям Вот Ничего Вверх и вниз Ничего Ладно Ну Выключено Естественно Вибраций нет Заземлен купол И убрано Все Все соединения Каскад Кстати Насчет этих Металлических полов Советую посмотреть Недавнее видео На канале Ценназор Называется Суздаль Гуляем по городу Он показывает Колокола А также Интересный металлический пол В храмах Суздаля Это очень интересная тема Поэтому об этом Тоже будут совместные проекты Ждите А пока что Смотрите Видео Суздаль Гуляем по городу Вернемся в Москву Рассмотрим Не менее интересный пол Храма Этого телепорта Великанов Высочайшие колонны Сверх технологии Предков Смотрим Основание колонны Как высокие Железные Чтобы Вибрации Были четкие И вот здесь Тоже самое Вот ты узлы находишь Кратковременно Ближе к этой Попробуем Подвести Вот Вот 500 Местами на стыке Но к наукам Нет Лучше К На углах Вот там у тебя эфир Искипается Потоки Еще загуляют Ну как это делали Все колонны Соединяются Вот он контур Да Контур Да Тоже необычно Это наша тема Они по кругу идут И сверху Как видишь Тоже соединяются Вот такие пач-антенны Видишь Тобишь Тут идет Как бы Колонны Они же усиливают Так Да Это волновод круглый Стоячие волны Идут А здесь Вспомни А тут в центре Вот этих Многостей Резонаторов Вот эти все Потоки Разных частот Я так понимаю Потому что они разные Они уменьшаются 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 Частоты Весь этот пол Да Антенна Туда К центру Там Соединяются Сейчас тролли набегут Да не придумывайте Тут для отопления Кстати мне сказали Что это летнее Вот И что я еще заметил Вот эти блоки А вот этот Вот этот Вот этот Это Как сказать Макроплата Макросхема В которой Макросхема Всю жизнь Макросхема Макросхема У нас микросхема Макросхема То есть Внутри Вот в этих Всех Блоках Да Вот в этих Вот Ячейках Вот смотри Извини что Перебью Крест Настолько Топорно Сделан Гладкий Мне кажется Что там тоже Был телепорт Это телепорт Но там Вместо креста Была Либо антенна Либо что-то другое Воткнули Криво Причем Крест Тоже Желтого металла Но примитивный То есть Настолько Все литье И красиво Сделано Ангелочки Эти Кривало Такое Я думаю Что Вот Это Оригинальное Смотри Противовес С шишечкой Да Вот он Вот он А вот Вторая Такая В оригинальном Преподнесении Светилась Поближе Одно с другим И все И с Вот там Опускали Второй Поменьше Шишечка Поменьше Соответственно Но В резонансе Начинало Светиться Вот они Опускали Вторую Вообще Класс И шар И шар Да Но это Как Антенна Так называемая Спутниковая Вот они Потоки Восходящие Отсюда Да Ты же так Говорил Тут четко Нисходящие Между ног Сводишь Да Все Как уходит Это все Констрировалось Сюда Как-то Вот так Не знаю Наоборот Мне кажется Тут Материализовывалось Все Сюда Прилетали Люди Тут Четкий Нисходящий Поток Нет Это Вот только Нисходящий А может быть Они перенаправили Может быть Восходящий Выключили Сейчас идет Нисходящий Мощный Поток Прям Промывают Все Ты Постой Здесь Вот Да Да Они никому Не позволяют Здесь В фокусе Во-первых Это Ты В фокусе Рупора Того Шарика Той Рупорной Антенны Вот Во-вторых Идет По металлосвязи По цепи Поток Вниз И вот И тут Железо Все Это Распределяет По контуру И гонит Назад Тут Вот так Вот Все Тут Такой Тор Тор Образуется Как я Чувствовал По колоннам Все Верх Идет Снова И переизлучается То есть Тут Такой Тор Вот По колоннам Вверх Снова Подним Тор Большой И мы В центре Стоим Прикольно Еще Смотри Чувствуешь Дров Это стыки Да Понятно Что это не монолит Не залили Да Но их не видно Вообще Классно Тут Есть Есть Чуть Чуть Ты в центре Прям Замерял На стыке Наставание Колонн Правее Вот 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 500 Нету Именно на углу Нанести И снова Эфирна Вот Энергия идет Там Где она Поворачивает Вверх Уйдет Да Вот Чуть Чуть Есть Где преобразование Где поворот Вот Показано Как это Все Работает Вихри Соединяются С двух Концов В один Больше Больше И тут Идет Крестик Вверх И треугольник Вверх И вниз Это Два вихря Соединяются Вот Она Схема Прямо На полу Написана Два вихря Соединяются Поднимаются Вверх Тоже Раскрутка Да А потом Они соединяются Вот Как бы Скрепляются И колонны Направляются Вверх И вот Выстреливают В центр Вивальди Та же самая Тут Просто Да Поток Энергии И вот Тут Прямо На полу Бляха Муха Схема Работы Вот Этой Все Ротонды Телепорта Потоки Энергии Нарисованы Как это Все Действует Надо Быть Дебилом Чтобы Не Понять Вот Смотри От каждой Идет Идет Перекрести И тут Получается Вот Это Не Изменяет Тип Типа Капец Немножко Немножко Напоминает Тебе Это Посох Типа Две Змеи На самом деле Это Вихрь Два Вихря Вот эти Мы видим На готических Соборах Да Да Это Преорисование Энергии Показывается Встречные Встречные Волны А вот Вот Это Ни разу Не Ракушка Это Излучится Это Тоже Резумитор Да И Тут Пока Что Встречаются Два Вихри Нисходящие И Восходящие Вот Они По Контуру Схема Работы Этого Храма Просто Немного Истории На месте Храма В 16 Веке Существовала Деревянная Церковь Преподобного Варлама Худынского В Ордынцах Вспоминается В летописях 1571 года В 1683-85 Годах Был построен Камен Храм Который Именовали Преображенским После Прославления В ней В 1688 Году Иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость Которая По преданию Исцелила Тяжелобольную Сестру Патриарха Иоакима За храмом Закрепилось Название Этого Чудотворного Образа Церкви Был сделан Престол В честь Иконы В 1770 Году Предел Иконы Был обновлен На средство Любовниковой Ничего себе Фамилия В 1783 И 91 Года Врачение Московской Первой Гильдии Купца Афанасия Долгова Усадьба Которая Располагалась Напротив Постройки 1685 Года Были Пристроены Трапезные С престолом Во имя Воролама Хутинского Иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость А также Трехъярусные Колокольни Их проект В стиле Классицизма Был выполнен Архитектором Василием Баженовым Потом Сделан Иконостас 1788 Освещение 1790 Митрополит Платон В 1819 Году Храм Пострадал От пожара В 1823 36 Года Старая Церковь 17 Века Была Заменена Ротондой С повышенным Куполом По проекту Архитектора Осипа Баве Новую Постройку В стиле Ампир Возвели На средства Купцов Куманиных И Долгова Перестроенный Храм Был освящен Митрополитом Московским Филаретом 20 сентября 1836 Года Потом Большой Период Пробел В 1904 Году Церковь Была Вновь Освящена После Понавления Интересно Что же там Понавляли Если вот так Вот она Выглядела В 1882 Году Смотрите Какое все Грязное И мокрое Явно Послепотопный Вид Небольшие Выводы В конце Глядя На внешний Фасад И на внутренний Объем Храма Можно сказать Однозначно Это явно Не для нашего Роста Здесь Наверняка Раньше Посещали этот Храм Великаны И строили Его Конечно же Я думаю Они же Также Мы определили С Ильей Что Ротонда Это Огромный Телепорт В центре Буквально Материализовались Те Кто Туда Попадал То есть Великаны Люди В общем Объекты Большого Крупного Размера Ну Все технические Детали Я думаю Это будут Третьей части Так что Дальше Еще интереснее Ждите Выход Третьей части Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите много Комментариев Что вы думаете По этому поводу С вами Евгений Макаров И Цельнозор До свидания До новых Видео Тот материал Из которого Сделан Напоминает Оболочка Моего Противовеса Вот Легкая бронза Извинит Видишь Материал Приварили Парнографию Прилепили Которой не было Анеч Для подвешивания Не очень удобно Приварили Залом материала Сыхло было Другой материал Другой материал Замечательный Замечательный Материал Материал Замечательный Материал 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 Продолжение следует...